итак митсубиси pajero sport 16 года 2.4 турбодизель механика хочу протестировать скорость прием и расход топлива итак сейчас мы едем как видите 158 подтянем на 160 чуток и попробуем включить обнулить момент сейчас сейчас мы его найдем где же этот обнуляем и едем в натяжечку 140 вот мы у нас получается 7 и 3 так это еще раз обнуляем пардон не получилось обнулить обнуляем еще раз 11 уже еще раз 11,7 разгонимся до 160 вообще производитель пишет что расход топлива зависит от манеры езды от покрытия как видите такое покрытие прекрасное это автобан больше свежий причем автобан не бэушный какой-то которому 10 лет а вообще тепленький еще так разгоняем 160 едем в натяжечку и обнуляем 16 блин где же 7,6 заявлены или это впереди может быть что-то не так пробуем еще раз 12 еще раз пробуем 15 и последний раз 15,8 это при скорости 160 вы понимаете что если мы будем ехать 180 оно уже будет не 15,8 а уже будет 16 ну все знают что если мы будем ехать с номинальной скоростью 100-120 ну будем думать что производитель решил что мы будем ехать со скоростью экономной экономная скорость как вы знаете это 100-120 или 80-110 вот давайте попробуем какой сейчас будет расход вот 120 км в час отличная дорога обнуляем 8,6 еще раз обнуляем 10,2 еще раз обнуляем 10,9 ну последний раз 11 так вот производитель почему-то заявлял что 6,7 смешанный режим я понимаю что да и все тоже понимают что если ехать со скоростью 160-170-180 будет совершенно другой расход топлива но мы едем и 120-110 и почему-то получается оно никак не прикладывается в 6,7 ни одно показание почему-то 9,10,11 так какой же расход все-таки в этом автомобиле я вам скажу что на механике оно берет при 180-160 как минимум 15 а кто едет агрессивно и как пишет производитель по плохой дороге то все 17-18 а если ехать 100-120 оно будет брать 9-10 литров и никак не меньше поэтому мечтатели которые думали что купили экономный автомобиль сразу же забудьте свои мечты будете заправляться как надо еще раз покажу эту замечательную дорогу это дорожное покрытие вы сами видите да замечательная дорога уж куда экономнее ехать на ней было бы приятнее но к сожалению производитель просто навешал нам макаронов на уши поэтому не забудьте что те кто еще на автомате возьмут такую машину при скорости 106 от 180 я думаю до двадцатки вы прилипнете как с добрым утром поэтому смотрите что вам надо экономный автомобиль или все-таки рамный внедорожник который покоряет поля леса ямы, канавы, ухабы и все что только можно до свидания